Всем привет! Вы смотрите канал MyMami. И сегодня мы с вами будем готовить ленивые чебуреки. Если у вас мало времени и надо очень быстро что-то приготовить, то этот вариант точно вам подойдет. Чебуреки у нас будут с двумя видами начинок, сырный и мясной. Для мясной начинки нам понадобится фарш, здесь примерно 150 грамм домашнего. Вы можете приготовить свой самостоятельно. Затем понадобится лук, туда же фарш, перец и соль. И немножко сыра. А для сырной начинки нам нужен будет сыр, немного зелени. У меня здесь укроп, вы можете взять любую, которую любите. Немножко чеснока для вкуса и лаваш. Итак, приступим. Начнем с мясной начинки. Берем фарш. Если у вас сухой фарш, потом можно будет долить немножко водички. В фарш мы положим лук. Порезать его нужно как можно мельче, чтобы он тоже поджарился вместе с фаршем и давал такой вкус приятный. Столько хватит. Также сюда нужно будет добавить немножко сыра, тоже для вкуса, для того, чтобы у нас был такой приятный и насыщенный вкус. Столько хватит. Потрем его на мелкой терочке. И добавим его сюда же в фарш. Для того, чтобы фарш был посочнее, добавим сюда немножко воды. Еще соли. И перца. Если вы любитель всяких разных специй, можете на этом не останавливаться и добавить сюда все, что угодно. Так, вот все, мясная начинка готова. Теперь займемся сырной. Для нее тоже потрем сыр на мелкой терке. Сюда же потрем чеснок. Так, я думаю, что одной будет достаточно. И порубим зелень. Все, сырная начинка у нас тоже готова. Отставим их в сторонку и нарежем лаваш. Размеры будущих чебуреков вы можете для себя определить самостоятельно. Но мне кажется, что лучше всего подойдут чебуреки небольшого размера. Их быстрее можно пожарить. Их быстро можно все и съесть. Берем обычный тонкий лаваш и нарезаем его на кусочки. Так. У нас это будут квадратики и треугольнички. Кстати, резать тонкий лаваш лучше всего обычными ножницами. Наши заготовки для чебуреков готовы. Пойдемте жарить. Для начала разогреем сковороду. Жарить мы будем на маленьком огне. Так, все включилось. Много масла не наливайте на сковороду, иначе все будет жирное, прижирное. Достаточно его просто вот так смазать немножко. Так, пока сковорода разогревается, подготовим наши чебуреки. Сюда мы завернем сырную начинку. Слишком много начинки класть не нужно, чтобы это все быстренько прожарилось. Так, как лаваш у нас уже готовый. Так. Сыра можно и побольше. Когда все разогреется, сыр чуть расплавится, и он скрепит между собой вот эти два слоя нашего лаваша. Поэтому можете не переживать, что начинка у вас вывалится. Так. Сковородка разогревается. Ну, и положим пока и мясную начинку. Кладем на одну сторону. Делаем тонкий-тонкий слой, чтобы все успело прожариться. И также чуть придавливаем рукой. Так, сковородка согрелась. Можно выкладывать. Жарить нужно до золотистой корочки. Сильно не поджаривайте. Сыр у нас уже начал отплавиться, поэтому здесь можно долго не ждать. Итак, все наши чебуреки пожарились. И настал самый приятный момент. Это их попробовать. Вот такая красота получилась. Вот эта стопочка у нас чебуреки с сыром и с зеленью. А здесь с мясом и сыром. Первый я попробую чебурек с мясом. Вообще он такой получился тоненький. Очень вкусно пахнет. И вот такой румяный с двух сторон. Он хрустящий. Очень вкусный. Кстати, при желании вы можете его приправить каким-нибудь любимым соусом, сметанкой, майонезом или еще чем-нибудь. Вообще очень вкусно и сытно. Теперь попробуем с сыром и зеленью. Вот такой красивый треугольничек. Он тоже хрустящий. Такой весенний яркий вкус. Чесночок дает свою остроту. Очень вкусно. Такие ленивые чебуреки отлично подойдут для завтрака, для быстрого перекуса. Вы можете взять их с собой куда-то на работу или в школу, или просто на пикник. Очень вкусно, быстро и сытно. А сегодня на этом все. Я буду доедать мои вкусные чебуреки. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, готовьте вместе с нами. Обязательно попробуйте приготовить эти чебуреки. Кстати, вы можете экспериментировать со своими начинками. Попробуйте с разными, не только с теми, которые мы сегодня готовили. Обязательно расскажите об этом в комментариях, какие вам понравились больше всего. Делитесь своими советами, рецептами. А сегодня на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok